Приветствую вас, уважаемые коллеги. Я глава МИДа России Сергей Викторович Вралов. Хочу выразить глубокую благодарность тем, кто сегодня на это заседание пришел. Особенно признателен тем, кто не ушел, когда я пришел. Ну, отдельно хочу поблагодарить все те европейские страны, которые поддерживают Россию, а таких, как вы знаете, немало. Это и Венгрия, и Словакия, и та же Словакия, и опять же Венгрия, кто там еще. Не помню, говорил ли я про Венгрию и Словакию, но они тоже на нашей стороне. И этот список, поверьте, можно продолжать до бесконечности. Теперь, собственно, к выступлению. Обычно в этом зале позорится постпред России Василий Небензе. Привет, Вася. Сегодня же эта большая честь выпала мне. Ну, что ж, как говорится, старый конь борозды не испортит, а унылая лошадь тем более. На сегодняшний день позиции России на международной арене остаются довольно-таки сильными, несмотря на то, что коллективный Запад постоянно пытается ослабить, извините, не ослабить, а ослабить наши позиции. Нас постоянно в чем-то обвиняют, хотя мы постоянно в чем-то не виноваты. То, что сейчас происходит на Украине, напоминает мне старый недобрый мультик «Том и Джерри», где кот каждую серию пытается провести свою специальную кошачью операцию, но всякий раз в кадре появляются чьи-то толстые ноги и рушат его планы. Так вот, нам известно, откуда эти ноги растут. Поэтому я в очередной раз хочу призвать страны НАТО не передавать оружие Украине. Это как минимум нечестно по отношению к нашим военнослужащим. Почему кто-то должен воевать хорошим оружием, а кто-то нашим? Я думаю, ни для кого уже не секрет, что передача оружия Украине бьет по карману вам и бьет по солдатам нам. И это, я считаю, негуманно. Потому что напечатать денег вы можете сколько угодно, а наши бабы печатать солдат такими темпами еще не научились. Более того, передача НАТОвского вооружения киевскому режиму полностью противоречит всем существующим конвенциям, которые мы пока еще не придумали. И ставит нам палки в колеса на пути к переговорному процессу. Поэтому для того, чтобы найти компромисс, мы составили два списка, какое вооружение категорически нельзя предоставлять Украине, а какое так и быть можно. Значит, что нельзя? Ф-16 точно нет. Хаймарсы нет. Системы Патриот нет, нет и еще раз нет. Таурусы категорически нет. Кстати, пользуясь случаем, хочу выразить немецкому правительству огромную благодарность за великодушное сопляжуйство в этом вопросе. Идем дальше. Шторм Шэдоу нет, Скальп нет, ну и так далее. В общем, потом ознакомитесь. Теперь, какое оружие передавать можно? Здесь у меня отдельный список, тоже достаточно внушительный. Итак, что здесь? Водяные пистолеты, да. Рогатки, пожалуйста. Рогатки с резинкой, нежелательно, но допустимо. Спичка стрелы, сколько угодно. Мухобойки, гвоздодеры, да. Ну и оружие массового поражения, трубочки для плевания пожеванными салфетками. В смысле, вы не знаете, что это такое? Не бенься, покажи. Ну вот, приблизительно так, только через трубочку и пожеванной салфеткой. Вася, в следующий раз, пожалуйста, показывай не на мне, дебил. В общем, с этим закончили. Теперь, считаю необходимым поставить в известность все мировое сообщество, что украинцы начали использовать против нас подземные дроны неустановленного образца, которые уже месяц атакуют инфраструктуру нашего ЖКХ. В результате подземных ударов лопаются трубы с горячей водой, уничтожаются теплотрассы, выходят из строя котельные. Такие варварские методы оставляют целые наши города без отопления и водоснабжения, а обвиняют в этом традиционно российскую власть. Кроме этого, тут сейчас все спекулируют на теме того, что Россия якобы грозится напасть на страны Балтии, Польшу и Финляндию. Официально заявляю, мы не собираемся нападать на эти страны, пока они сами этого не захотят. А вот как и когда они этого захотят, мы еще не решили. И хочу еще раз напомнить, что Россия никогда ни на кого не нападала. И если понадобится, то не нападет еще раз. И если я хоть в чем-то соврал, то пусть, как говорится, отсохнет мой язык. У меня все, совсем обвиняемое. Ваше, не бензин, дай водички, а откушок или хакок?